Еще одна важная тема, затрагивающая интересы большого количества россиян, как исполняется программа газификации населенных пунктов. Сегодня обсуждалась в Кремле на встрече Владимира Путина с главой Газпрома Алексеем Миллером. Речь шла также о перспективах увеличения экспорта российского голубого топлива, возможных новых маршрутах и связанных с этим экономических выгодах для страны. С подробностями Михаила Кинченко. Проект газопровода из России в Европу по дну Черного моря, как показало время, рано хранить. Ведь жизнеспособность идеи этого маршрута глава Газпрома продемонстрировал президенту в цифрах. За весь прошлый год поставки голубого топлива из нашей страны в Европу выросли на 11 миллиардов кубометров, а за первые два месяца этого года уже на 7 миллиардов. Прирост поставок газа в Германию за то время, которое прошло с начала года, 44%. В Италии 42%. Во Франции 73%. В Австрии 52%. Поэтому, без сомнения, всё то, что касается проектов на строительство новых газотранспортных маршрутов в Европу, в северо-западную Европу, это экономически обоснованные проекты, которые подтверждены тем растущим спросом, который в настоящее время есть. Один из этих проектов, я знаю, вы обсуждали и подписали даже соответствующие документы временными. Да, время был подписан меморандум о оценке целесообразности строительства газопровода из России по дну Черного моря через третьи страны в направлении Греции, а потом в Италию. О каких третьих странах идёт речь, Алексей Миллер не уточнил. По его словам, оценка проекта будет готова лишь к концу года, пока есть ясность. Только с финальным отрезком из Греции в Италию газ пойдёт по дну Ионического моря. Это так называемый проект «Посейдон», по которому планировалось продавать Европу азербайджанский газ. Однако он так и не был реализован. Гораздо более значимый вопрос, каким маршрутом газ попадёт в Грецию. После атаки турецкого истребителя на российский бомбардировщик в конце ноября в Сирии возникли сложности с реализацией турецкого потока. Он попал под экономические ограничения, которые Россия ввела в отношении Турции, хотя о заморозке так и не было объявлено. Теоретически можно вернуться и к предыдущему проекту «Южный поток через Болгарию». В 2014 году о его завершении было объявлено после политического давления, которое брюссельские чиновники оказали на официальную Софию, чтобы под разными предлогами затянуть начало строительства. Впрочем, уже после в Болгарии не скрывали разочарования от потери проекта, который сулил значительные доходы, и заявляли о готовности пойти на попятную. Теоретически возможен и третий путь через Румынию, однако до сих пор о проработке этого маршрута ничего не сообщалось. Впрочем, хотя поставки газа за рубеж и приносят значительную часть доходов в российский бюджет, примерно половина добываемого «Газпромом» топлива потребляется внутри страны. Но и здесь есть проблемы. За 10 лет после старта широкомасштабной программы газификации трубы дотянули до более чем 3,5 тысяч населенных пунктов. Однако жители этих деревень и поселков до сих пор зачастую вынуждены пользоваться углем и дровами. Причина проста. Нет денег на строительство отводов от магистральной трубы к конкретным домам. На один из таких примеров президент обратил внимание главы «Газпрома». Наиболее яркий пример – это, скажем, горный кластер в Краснодарском крае. Горный – там, где проводились Олимпийские игры. Далеко не до всех желающих газ дошёл. Это, как пример, спрашивается руководством Краснодарского края это обсудить и дорешать то, что ещё не сделано. Но и по другим субъектам Российской Федерации нужно действовать таким же образом. Конечно, я понимаю, что это уже не задача «Газпрома», но, тем не менее, в координации с правительством и с региональными властями нужно обратить на это внимание. Мы эту работу продолжим. На самом деле, с начала реализации программы газификации, к сожалению, в 67 субъектах Российской Федерации, в которых мы реализуем программу, не построено более тысячи котельных и не газифицировано около 140 тысяч домовладений и квартир. Дайте мне эту информацию, и мы вместе, как я уже сказал, с правительством, с регионами посмотрим, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы эти задачи были решены. По словам Алексея Миллера, доступа к дешёвому и чистому топливу пока лишены примерно треть жителей нашей страны. Так что впереди огромный объём работы, и в «Газпроме» не планируют снижать темпы газификации. Михаил Акинченко, Кирилл Зотов, Первый канал.